Добро пожаловать на шоу Такера Карлсона Каким предательством обернулась война в Афганистане и прежде всего предательством американского общества? Людей, которые 20 лет платили за оккупацию Предательством, конечно же, тех, кто там погиб и десятков тысяч американцев, которым нести на себе шрамы от этой катастрофы до конца своих дней Им врали, нам всем врали, и нам горько от этого Но война в Афганистане, если быть полностью честными, это также предательство афганских людей Наши лидеры давали им обещания, которые они знали, что не смогут сдержать Честные страны так не поступают, это позорно Представьте, каково это, быть афганским работником на авиабазе Баграм Вы просыпаетесь однажды утром, чтобы обнаружить, что ваши американские покровители исчезли Так что же произойдет с вами теперь, в стране, управляемой талибаном? Трудно даже подумать об этом И тем не менее, многие американцы думают об этом и чувствуют горечь от этого Американцы добрые люди, они скорее и охотнее помогут незнакомцу, чем кто-либо в мире Мы не видели опросов, но мы уверены, что если вы спросите 100 людей, должны ли мы попытаться помочь афганцам, которые могут столкнуться с преследованием за помощь нам Большинство американцев скажет, конечно, должны И вы должны радоваться, что живете в стране, где ваше окружение любит собак, детей и хочет помочь беженцам Мы великодушные и сопереживающие люди, и мы должны гордиться этим К сожалению, многие из нашего правящего класса стремятся этим воспользоваться Воспользоваться нашими лучшими качествами Они видят нашу порядочность и наши слабые места и пользуются ими без колебаний Давайте попробуем спасти дружественных афганских переводчиков, говорим мы им Прекрасно, думают они Мы откроем границы и изменим демографическое соотношение этой страны Конечно, это то же самое, что они делают сейчас на нашей южной границе Естественно, во имя прав человека И они захотят сделать то же самое с катастрофой, разворачивающейся в Афганистане Катастрофой, которую они же и создали Посмотрите на этого парня с MSNBC вчера И помните, пока смотрите, что он воспринимается со всей серьезностью в Вашингтоне как эксперт по внешней политике И его коллеги, эксперты по внешней политике, всем сердцем согласны с ним Мы говорим об эвакуации людей, которые помогали в войне И это обязанность Соединенных Штатов Но это тот вид морального основания, который является и моральным потолком Администрация Буша, извините, администрация Байдена Не делает таких необходимых вещей, как увеличение доступа к статусу беженцев Что позволит миллионам бежать к нам от их неотвратимой судьбы от рук Талибана Так что мы должны, цитата, позволить миллионам беженцев бежать к нам, заявляет усатый эксперт по внешней политике Миллионам Миллионы — это не горстка лояльных афганских предпринимателей Это даже не флот грузовых самолетов, наполненных лояльными афганскими предпринимателями Миллионы — это немалая доля всего населения Афганистана, привезенная в нашу страну за Ваш счет Чтобы жить по соседству, в тот самый момент, когда наши фабрики все хуже, если вы вдруг не заметили И Соединенные Штаты становятся, очевидно, беднее И это не только эксцентричное мнение одного человека на MSNBC, кстати Все умные люди говорят то же самое «США должны принять столько афганских беженцев, сколько смогут» — потребовал недавний заголовок Нью-Йоркского журнала «Столько беженцев, сколько сможем — это сколько всего» И на самом ли деле это хорошая идея для нас? Не спрашивайте Вам нельзя задавать этот вопрос, так как задавать вопросы — это расизм Смотрите Сама идея, что разжигание страха и расизма не делает изъятия для мужчин и женщин в Афганистане Которым наши солдаты обязаны жизнью, является неким новым уровнем неприемлемого Итак, правые используют кризис в Афганистане, чтобы продвигать антиэмиграционные настроения Они попались на том, что я называю непроизвольным стояком, который является этой правотрампистской поязнью людей, приходящих к нам из Центральной и Южной Америки Эти люди, похоже, охвачены ксенофобией Ответ Стивена Миллера на коллапс Афганистана, падение Кабула, захват Талибаном был «Посмотрите на Байдена, он пытается завести к нам еще смуглых людей» Это жалко и отвратительно Это уморительно, вот что это такое Правые ненавидят смуглых людей Проблема только в том, что большинство афганцев не такие и смуглые Средний зеленоглазый паштун, такой же светлый, как и любой, кто сидит на съемочной площадке, по сути, они бородатые белые Эти клоуны на Кабельном знают вообще об этом? Возможно, и нет По их мнению, любой, у кого нет доступа к метро Нью-Йорк-Сити, это иностранец А все иностранцы смуглые, мы знаем это, это так и есть А может, они так не думают? Еще более вероятно, что они знают правду Они знают, что называть вас расистами — это самый быстрый способ заставить вас подчиниться Действительно ли нам нужны миллионы афганских беженцев в Фениксе? Спросите вы Заткнись, расист! Окей, как скажете Вот как это обычно работает По сути, почти все сейчас именно так и работает В данный момент борьба с расизмом — это универсальное оправдание для каждой плохой идеи Сбросьте статуи! Окей Хватит учить математики! Окей Уберите стандартизированные тестирования! Хорошо Везите миллионы афганских беженцев в колеблющиеся штаты, чтобы помочь демократической партии Окей Оспорьте что-либо, и вы расист Так что в конце концов это все равно происходит, может произойдет и в этом случае Но что случится потом с нами? Как новая волна эмиграции повлияет на Америку? Станет ли Америка лучше, или она станет немножко похожей на Афганистан, который, кстати говоря, не лучшая страна? Мы не уверены, что произойдет Мы не можем видеть будущего Но как намек! Может нам стоит обратить внимание на то, что произошло в Европе недавно? Они только что прошли через это Итак, одной субботней ночью власти обнаружили тело 13-летней девочки в Авиене, Австрии Ее одурманили, изнасиловали и убили Это заняло пару дней, но уже в понедельник власти сообщили, что они арестовали двух беженцев из Афганистана за изнасилование и убийство Вскоре после этого канцлер Австрии обозначил проблему Проблема — это австрийская политика с беженцами Цитата «Я не потерплю людей, которые приходят к нам, говорят, что ищут убежище, а потом совершают жестокие, варварские преступления в Австрии» Да, но они теперь начинают к этому привыкать, потому что это происходит с нарастающей частотой по всей Западной Европе уже шестой год И любой порядочный человек знает это Может, клоуны на кабельном не знают об этом, но люди, которые там живут, знают Черил Бернард знает это Черил Бернард, кстати, десятилетиями защищала беженцев Она не против эмиграции, она за нее Но со временем она заключила, что Запад просто не способен ассимилировать множество афганских беженцев Несколько, но не очень много С каждым моментом афганское переселение в Европу было полным провалом Но почему? Может, нам стоит обратить внимание? Афганские беженцы, пишет Бернард, знамениты своими варварскими нападениями Нападениями, которые левые политики в Европе часто покрывают из страха быть названными расистами Например, цитата, и это слова самой Бернард Банда из 50 афганцев, которые терроризировали женщин поблизости Линдского вокзала Была списана властями с заметкой о том, что все это прискорбные последствия плохой погоды Вы можете видеть, как такое же происходит и здесь, кстати В другом примере, прошлым летом афганский мигрант был арестован в Германии за изнасилование 11-летней девочки Власти выпустили его из тюрьмы через несколько дней Они сказали, что он не опасен, а любой, кто с этим не согласен, расист, естественно Мигрант тем временем изнасиловал еще одну девочку, на этот раз ей было 13 Статистика показывает, что это не случайности, такого происходит много Спросите любого, кто живет там Немецкое правительство только что провело исследование, показывающее, что уровень насильственных преступлений Который, кстати, снижался все эти годы, резко взлетел в 2015-м И это как раз когда беженцы из Афганистана и Сирии прибыли в Германию Более 90% новых преступлений в Германии, как обнаружило немецкое правительство Было совершено беженцами, более 90% Это не хула и не клевета, это цифры И это не только проблема в Европе, были когда-нибудь в Пакистане Вот одна журналистка, обнаружившая, что это происходит в таких местах, как Иран, и да, в Пакистане тоже Около трех миллионов беженцев в мире это афганские беженцы, примерно каждый десятый И давайте вспомним, в годы правления Трампа мы снизили прием беженцев до минимально возможного уровня Многие европейские страны также закрыли двери для беженцев и отправили их обратно, в такие места, как Афганистан И это было до всех этих событий Так что я даже не могу представить, что будет дальше В Пакистане около полутора миллионов афганских беженцев В Иране около миллиона И теперь туда пойдет еще больший поток беженцев И можно говорить о дальнейшей дестабилизации этих стран Хорошо Афганские беженцы дестабилизировали страны, в которые они перебрались в большом количестве Но у нас все равно есть моральное обязательство принять их Правда? Это почему? Почему это наше уникальное моральное бремя? Разве правительство США не должно заботиться в первую очередь о собственном народе? Разве не в этом единственный смысл правительства? Зачем еще оно нужно? Хороший вопрос для конгрессмена Питера Мейера Это республиканец Но на протяжении месяцев он требовал, чтобы администрация Байдена приняла как можно больше афганских беженцев Он отправил в Белый дом письмо, подписанное десятками республиканцев В котором говорится, что прием афганских беженцев важен не менее, чем эвакуация американских граждан Он также написал в Твиттере, что это больше, чем позор В ответ на сообщения администрации, что приоритетное внимание уделяется эвакуации американского персонала Итак, республиканец критикует администрацию Байдена, потому что она ставит американских граждан выше иностранных И многие республиканцы с этим согласны Настал момент сделать паузу и заявить об очевидном Афганские беженцы ни в чем не виноваты Они отчаянно хотят уехать, никто их не винит Большинство из них наверняка хорошие люди Это наша вина Идея о том, что вы можете взять людей из одной страны Совершенно другой культурой, другим языком, другой религией и историей И поместить их без проблем в другое место земного шара в большом количестве Безумие Это не работает Может быть есть хороший способ сделать это, но его еще не придумали А пока, возможно, нам стоит сделать паузу, если нам не безразличны наши собственные люди Администрация Байдена до сих пор отказывается гарантировать безопасность американцев, направляющихся в аэропорт имени Корзаль Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что это вина самих американцев, оказавшихся в ловушке Нужно было уйти раньше Несмотря на то, что Марк Милли и Джо Байден неделями говорили, что Талибан не захватит власть в течение трех дней Это невозможно Поэтому вместо того, чтобы спасать американцев, мы спасаем афганцев Репортер CNN Наташа Бертран сообщила, что мы вывозим из Афганистана больше иностранцев, чем американцев Около 330 граждан США Покинули Кабул вчера, написала Бертран А также около 770 членов семей неамериканского происхождения Джо Байден не ответил ни на один вопрос по этому поводу Он снова ушел от журналистов, даже не пытаясь дать ответ Тем временем американские граждане остаются в ловушке Репортер Фил Вегман разговаривал по телефону с офисом сенатора Билла Хаггерти, который представляет Теннесси И получил сообщение об американцах в убежищах возле аэропорта, которые пытаются улучить момент, чтобы добежать Чтобы добежать, вот что осталось делать американцам Афганцы, безусловно, так поступают Взгляните на фотографию сотен афганцев в грузовом самолете Так отреагировал авиадиспетчер, когда увидел, как самолет взлетает Как вы думаете, сколько человек в вашем самолете? Восемьсот человек? Черт возьми Святые угодники Итак, каждый из этих восьмисот, по словам Питера Мэйера, рисковал своей жизнью, чтобы, цитата, «помочь защитить американские войска» Правда, Питер Мэйер? Откуда ты это знаешь? Ты этого не знаешь Ты просто придумал это Ты не знаешь их имен, не знаешь их биографию, ты не знаешь ничего Но продолжаешь говорить об этом Стивен Лоу, один из людей Митча Макконнелла, тоже хочет, чтобы вы знали Каждый из афганцев в этом самолете — герой, в отличие от вас Проверка не нужна Стивен Лоу хочет, чтобы каждый из них немедленно оказался в его районе Он рассказал об этом в социальных сетях Да Но вообще, конечно, не в его районе Таким людям, как Стивен Лоу, довольно легко поощрять неограниченную миграцию, потому что толпы беженцев приедут не в его район Они осядут в республиканских штатах, таких как Техас, где демократической партии нужна помощь Такая ясная картина заставляет задаться вопросом, как долго республиканские избиратели будут терпеть лидеров, которые совершенно не заботятся о них Как вы могли заметить, здесь у нас проблемы, между прочим, у нас жилищный кризис, у вас есть дети? Спросите их По данным The Wall Street Journal, количество доступного жилья, то есть домов, площадью до 130 квадратных метров, находится на минимальном уровне Когда предложение сокращается, стоимость возрастает Средняя стоимость дома в Калифорнии превысила 800 тысяч долларов, впервые в истории Менее 40% поколения 2000-х будет владеть домом к 34 годам Все они снимают жилье, и арендная плата тоже растет Рост средней арендной платы превысил рост среднего дохода почти в каждом штате в период с 2001 по 2019 Это катастрофа, это ужасно для американских граждан Почему это происходит? Причин много, но одна из причин заключается в том, что Америка становится намного более многолюдной, чем когда-либо Сейчас мы переживаем самый большой приток беженцев в истории Америки Только в этом году показатель притока нелегальных иммигрантов приближается к 2 миллионам Это намного больше, чем количество беженцев, прибывших в Европу в 2015 году Их было немногим более миллиона Это навсегда изменило Европу Итак, сколько афганцев, которых мы принимаем, как требует Стивен Лоу и Питер Мэйер, собираются взять с собой членов семей? Подавляющее большинство, речь не только о переводчиках Примерно 70% специальных иммиграционных виз, которые мы выдавали за последние годы, пришлись на родственников Более 70% Такая цепная миграция стала главным фактором роста нашего населения Американцы не стали заводить больше детей Это цепная миграция По последним данным, каждый новый иммигрант привел в среднем 3,45 дополнительных иммигрантов Намного больше, чем вы думали В период с 2005 по 2016 год 9,3 миллиона иностранных граждан смогли переселиться в нашу страну только по причине того, что у них уже были здесь родственники Оооо, это намного больше, чем они говорят Сколько этих афганцев и членов их семей? Спросите вы В восторге от переезда в Америку Это интересно Может, вам стоит задать этот вопрос? Может, стоит спросить Ильхана Мар? Ее позиция такова Единственная причина, по которой американцы не хотят принимать миллионы новых беженцев из Афганистана Состоит в том, что американцы, люди, родившиеся здесь и построившие эту страну На самом деле посредственны и не уверены в себе И у нас есть эти сумасшедшие правые, которые делают то, что они всегда делают Разжигают страх и используют язык ненависти И я знаю, что беспокоит некоторых из этих людей Они обеспокоены тем, что когда беженцы приедут в эту страну, они, так же, как и я, затмят их Очевидным ответом было бы атаковать бедную Ильхан Амар Но мы не собираемся этого делать По правде говоря, это наша вина Ильхан Амар – живое доказательство того, что мы не очень хороши в работе с беженцами Она была спасена из лагеря беженцев в Кении в детстве Благодаря доброте и щедрости Америки И все же она возненавидела Америку и людей, которые здесь живут Где она научилась такому отношению? Конечно, в колледже В наших колледжах мы учили ее ненавидеть нашу страну Она стала хуже после того, как попала сюда Мы должны взять паузу, прежде чем сделаем это снова С кем угодно, даже с переводчиками Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова